Эдвард Григ Пожелали, чтобы я описал свой первый успех. Но эта задача мне кажется настолько сложной, что я готов сказать, вот, если бы мне удалось благополучно справиться с нею, это и был бы мой первый успех. Тема простирает свои щупальцы в разные стороны. Какой успех является первым? Бывает ли вообще успех? Не так ли скорее? Едва мы достигаем чего-нибудь, что представлялось нам ценным, как тотчас же встречаемся с мрачным тяжелым взглядом жизненной горечи, который говорит «все это ничто, ничто». Наше благополучное появление на свет, разумеется, тоже успех. Но успех главным образом великого мастера, имя которому природа. А если в то же время наш успех, об этом еще можно поспорить. И самый смысл понятия «успех» разве не толкуется нами различно? То, что успех для других, для меня не успех, и наоборот. Интереснее всего поэтому разобраться в вопросе «в чем состоит успех, если он вообще бывает?» В том ли, чтобы понравиться толпе, случайному сборищу людей? В том ли настоящий, решительный успех для самого служителя искусства? Или в том, чтобы удовлетворить какого-нибудь одного ценителя, чьим мнением он дорожит? Или, может быть, скорее всего, успех связан с самым процессом творчества художника, когда он, подобно Рудокопу Ипсена, пробивает себе молотком путь в тайники, где хранятся сокровища искусства? Не доставляет ли наибольшей радости художнику его собственный творческий дух, который роется, углубляется и погружается в самые сокровенные, иногда только смутно угадываемые им глубины, чтобы найти там хоть крупицу великого нового? Не это ли доставляет художнику самую возвышенную, идеальную радость? Или же величайшее внутреннее удовлетворение, то есть успех, дают детские и юношеские стремления, мечты и надежды, заключающие в себе лучшую поэзию жизни? Чтобы ответить на такие вопросы, мало рассказать о первом, наиболее удачном концерте и констатировать факт шумных рукоплесканий. Это значило бы даже не коснуться главного вопроса. Я поэтому избираю иной путь. Хочу рассказать кое-что о пережитом мною в ранней юности, о ее радостях и горестях. И пусть читатель сам в шелухе рассказа найдет зерно, составляющее то, что он, согласно своим понятиям, назовет успехом. Начав рыться в своей памяти, чтобы извлечь из запаса воспоминаний давно минувших дней нечто похожее на успех, я невольно вдруг перенесся во времена детства, когда жизнь со всеми своими богатыми возможностями представлялась мне рядом блестящих успехов. И вот я очутился в настоящем лабиринте молодых ростков, тянувшихся к свету. Полузабытые детские воспоминания простирали ко мне руки. Юношеские мечты, не ставшие действительностью, мысли, которые мне следовало бы продумать до конца, обвиняли меня, как клубки пера гюнта. Но мне вспоминались и смутные предчувствия счастья, которым я не смел верить, но которые сбылись вполне. Образы, желания и надежды пестрой вереницей пробивались вперед и шептали «Вот я! Вот я! Вот! И я!» Все требовали, чтобы их приняли во внимание. Все претендовали на участие в ранних успехах, не в шумных внешних успехах. Этих, кстати, не так-то много и было. Но в тихих, интимных, которые порождали во мне веру в самого себя. И когда я собирался выдвинуть один успех за счет другого, я слышал, как будто тихий плач. Ты хочешь пренебречь мною и мною и мною, и у тебя хватит духу. Что же мне, однако, делать? Вычеркнуть из памяти все эти воспоминания, как недостойные быть принятыми в соображение? Нет, этого-то я как раз и не могу, и не хочу. Ведь все эти маленькие детские радости и ощущения счастья сделали свое дело, внеся свою лепту в развитие личности. Для моего критического ума они теперь не кажутся успехами, но тогда они имели для моего наивного миросозерцания огромнейшее значение. Позвольте же мне наугад извлечь из-под спуда кое-какие воспоминания о тех далеких днях. Может быть, среди них найдутся и такие, к которым, собственно, нельзя пристегнуть название «успех», но они могут быть рассмотрены как материал для будущих успехов. Я мог бы вернуться далеко-далеко назад, к самым ранним детским годам, ибо кто более чуток к поощрениям, нежели дети? Должно быть, эту-то чуткость священники и называют в нас «ветхим Адамом». Я же назову это потребностью солнца и ласки жизни и боязнью ее мрака и суровости. В зависимости от удовлетворения этой потребности в детстве и складывается жизнь будущего художника. Я мог бы упомянуть о многих своих маленьких победах в те годы, о победах, имевших решающее значение для развития моей фантазии. К таковым относились, например, разрешение присутствовать на похоронах, на аукционах и тому подобное, и затем, заметьте себе, разрешение делиться дома своими впечатлениями. Если бы мне не разрешали удовлетворять эти мои детские инстинкты, кто знает, не захлопнули бы тем наглухо мою фантазию или не придали бы ей направления, несогласные с ее природой. Какой отдых для мысли следовать за воспоминаниями вспять до первой брезущей утренней зари? Да почему не вернуться далеко, далеко? Отчего не начать с воспоминания о первом таинственном ощущении удовольствия при возможности дотянуться до клавиш и извлечь из них не мелодию, далеко нет, но, пожалуй, гармонию. Сначала подобрать сочетание трех звуков, потом четырех, и, наконец, с помощью обеих рук оликование пяти звуков и аккорд. Когда я достиг этого, мой восторг не знал границ. Вот это был успех. Ни один из позднейших не опьянял меня так. Было же мне тогда лет пять. Годом позже я уже начал учиться у матери играть на фортепиано. Я не подозревал о предстоявших мне с самого же начала разочарованиях, но скоро я открыл, что не люблю упражнений, а мать была строга, неумолимо строга. Наверное, ее материнское сердце радовалось тому, что я могу сыграть и то, и другое просто по инстинкту, в силу своей музыкальности, но она ничем не обнаруживала этого. Напротив, с ней нельзя было шутить и проводить время за фортепиано, импровизируя, а не разучивая заданное. Когда же я принимался за свои гаммы и упражнения и за всю эту техническую чертовщину, подносившую моей алкавшей детской душе камень вместо хлеба, то мать способна была контролировать меня, даже не находясь в комнате. Так однажды я услыхал грозный окрик из кухни, где мать готовила обед. «Стыдно, Эдвард! Фис! Фис, а не Эф!» Я был совершенно подавлен ее превосходством. Будь я в те времена прилежен, следуя любовному, хотя и строгому руководительству матери, я бы впоследствии легче преодолел многое. Но моя непростительная склонность к импровизациям уже тогда начинала ставить мне затруднения, которые и потом преследовали меня долго-долго. Не унаследуя от матери, кроме музыкального дарования и еще несокрушимой энергии, мне, пожалуй, так никогда бы и ни в чем не удалось перейти от мечты к делу. Одновременно с уроками музыки началось для меня обучение в школе, и нечего греха таить, я и там ленился почти так же, как дома за фортепиано. Поэтому и успехи, относящиеся к тому времени, не такого рода, чтобы ими хвастаться. Но они характерны, и, следовательно, нельзя умолчать о них. Прежде всего, надо сказать, что я попал в школу, где учились и девочки, и мальчики вместе. Как живо я вспоминаю, я один урок арифметики. Всем нам была задана одна задача на умножение с тем, чтобы тому, кто решит ее первым и таким образом покажет себя самым способным и знающим, поставит крестик. Мое честолюбие взыграло. Ага, подумал я, теперь надо поработать мозгами. И я напал на гениальную мысль отбросить ради ускорения все нули, которые, по моему наивному представлению, все равно ничего не означали. И я заслужил вместо крестика вопросительный знак. Итак, успех с вопросительным знаком, вернее, полное фиаско. Я обжегся, но зато выучился впредь принимать во внимание нули. А раз я чему-нибудь выучился, это был уже успех. Нельзя этого отрицать, поэтому я смело и пойду дальше в описаниях своих фиаско. Начиная с десятого года моей жизни, родители мои проводили лето на чудной даче Ландос в нескольких километрах от Бергена. И почти каждое утро мне и моему брату приходилось отправляться в школу под знаменитым бергенским ливнем. Но этот ливень вдохновил меня на удивительно хитрую, как мне тогда казалось, штуку. В школе у нас было правило, что ученика, опоздавшего к началу занятий, не впускали в класс, а оставляли в наказание за дверями до окончания первого урока. И вот, если мне случалось в такой дождь, а это случалось весьма часто, отправляться в школу, совершенно не зная уроков, я не только старался запоздать немножко, но еще останавливался нарочно на улице под водосточной трубой какого-нибудь дома, чтобы промокнуть до костей. Когда затем двери класса передо мной открывались, с моей одежды текли на пол такие ручьи, что учитель, в интересах моих товарищей, да и моих собственных, не мог решиться оставить меня в школе, но немедленно отсылал домой переменить платье, что в силу расстояния равнялось полному освобождению меня от утренних уроков. Эксперимент этот я повторял частенько, что было уже довольно рискованно с моей стороны, но я под конец пошел еще дальше и однажды явился в школу мокрешеньким, несмотря на то, что дождя почти не было. Это возбудило подозрение и за мной стали наблюдать. В один прекрасный день я и был пойман на месте преступления, и мне пришлось самым осязательным образом ознакомиться с ударными инструментами. Опять фиаско. Но зато я стал богаче житейским опытом. Следовательно, и это фиаско мое было успехом, хотя и отрицательным успехом почти преступника. Ведь что такое эта все возраставшая смелость, которая под конец бежит прямо в пасть закона как несвойство преступной натуры. Я, однако, хочу оправдать себя тем, что школьная жизнь была мне глубоко несимпатична. Ее материализм, суровость и холод были настолько противны моей натуре, что я выдумывал самые невероятные вещи, чтобы только избавиться от нее хоть на короткое время. Да, тут была виновата школа. По крайней мере, настолько же, насколько ребенок, как я теперь вижу. Тогда же я смотрел на школу просто как на источник всевозможных несчастий и не мог себе объяснить необходимости всех этих истязаний детской натуры. Я не сомневаюсь, что школа развивала во мне все злое и оставляла в туне доброе. Но возвращусь к моим фиаско. Помню, на уроках истории и географии я бывал не очень-то тверд в именах собственных, и учитель, большой шутник, вызывая меня, приговаривал, «Ну, ты, губитель имен!» Мне этот титул не нравился. Однажды я отвечал на вопросы еще хуже обыкновенного и удостоился такой аттестации «Бедняга Эдвард!» «Как только ты доберешься домой, тащиться по холмам Ландоса в такой дождь, в тяжелом дождевике, а с тяжелым ранцем, да еще с этой огромной четверкой!» Очень дурной бал. Учитель так живо нарисовал этим мое положение, что я почувствовал себя так, как будто мне предстояло тащить на своей спине всю посмешищем для целого класса. Но продолжаю. От одного отрицательного успеха к другому все хуже и хуже. На немецком уроке я однажды к восторгу всего класса перевел «dergemeine Hollander» обыкновенная бузина словами «подлый голландец». А на английском уроке с величайшей отвагой назвал телятину «биф оф вилл» говядиной из телятины. Учитель покатился с усмеху и сказал «Ну пойди-ка домой, да скажи своему отцу» он был английским консулом «что телятина будет «биф оф вилл». Я побагровел от конфуза. Это было ужасное фиаско, которое надолго подорвало доверие к моим способностям и в школе и дома, где о моих глупостях скоро узнавали благодаря усердию добрых людей. Но потом волей моей счастливой звезды мне был дан блестящий реванш как раз у того же учителя. В заданном уроке встретилось слово «реквием», и учитель спросил, кто из учеников может назвать имя великого композитора, написавшего церковную музыку такого названия. Ответа не было, пока я потихоньку не осмелился произнести Моцарт. Весь класс вытаращил глаза на меня, как на какое-то непонятное, чуждое им существо. Это смахивало на успех. Но я сразу почувствовал, что успех этот был чреват дурными последствиями и скоро убедился, что предчувствие меня не обмануло. Классу не по вкусу пришлось, как это часто бывает, иметь в своей среде подобное существо, и товарищи стали преследовать меня на улице при всяком удобном случае бранным прозвищем Моцак. Моцак! Моцак! Долго неслось мне вслед, когда я убегал от своих преследователей в переулок. Мне это преследование казалось несправедливым, и я сам себе мучеником. Я чуть было даже не возненавидел своих школьных товарищей, во всяком случае начал сторониться почти от всех. Как видно, в общем, мои школьные успехи были не особенно лестны для меня, но были и исключения, которые как солнечными лучами озаряли мое существование, на уроках пения, например, все шло гладко. Раз нас спрашивали гаммы, и ни один из тридцати учеников не знал ничего, а я мог перечесть их все по пальцам. Под конец учитель, старый милый чех, сказал, ну, я не буду выставлять отметок, но Григ знал лучше всех. Я был героем минуты и наслаждался положением. Но не забыть бы мне рассказать о своих экзаменационных успехах. По истории у нас был тогда очень интеллигентный учитель, который не требовал, чтобы мы отвечали по учебнику, но дозволял передавать своими словами смысл выученного. В воле судьбы мне по болезни глаз пришлось пропустить несколько дней. Никогда не уча заданного, я не сожалел об этом, думая, что немного потеряю. Но отец мой был другого мнения, и мне пришлось наверстывать дома, пропущенное в шкоре, да еще мало того, отец засадил меня долбить наизусть эпоху Людовика XIV. Жестокая была задача, но делать было нечего, и могу сказать, что я выучил про Людовика основательно, зато вряд ли, что кроме этого и знал из всей истории. Наступили экзамены. Перед началом один из школьников забавлялся, предсказывая другим, о чем их спросят из пройденного курса. Способ предсказания был весьма прост. Он наугад раскрывал учебник, на чем где откроется, о том и спросит. Для меня книга открылась на истории Людовика XIV. Ну, подумал я, если так, дело в шляпе и рассказал, как отец заставил меня выдолбить. Товарищ хотел загадать еще раз, но вдруг вошел учитель. Меня вызвали одним из первых. Учитель по своему обыкновению раскачивался, на стуле перелистывая книгу и соображая, на чем бы лучше изловить меня. Долгое, мучительное молчание. Наконец он проговорил «Расскажите ко мне про Людовика XIV». Я услышал сдержанные фырканье товарищей. Бог весть, какой вид был у меня самого. Пожалуй, я сразу вырос, по крайней мере, на голову выше обыкновенного. Но и забарабанил же я. Точно из бочки выдернули втулку. Слова лились у меня с языка безостановочной и без единого пропуска. Все точно гвоздями было вбито в мою память. Учитель был огорошен. Ушам своим не хотел верить, но факт был налицо. Он ничего не мог возразить мне. Снова началось перелистывание книги и поворачивание на стуле. Я стоял весь красный, потея от страха. Не мог же я во второй раз рассчитывать на такое дурацкое счастье, но счастливая звезда не покинула таки меня. Можешь ты мне сказать, какие адмиралы были на Черном море в царствовании Екатерины Второй? Я громким голосом ответил «Адмиралы Грейг и Эльфинстон!» Эти имена врезались мне в память с тех пор, как отец рассказал мне, что наш фамильный герб, заключающий в себе корабль, указывает на то, что нашим родоначальником был, по всей вероятности, шотландский адмирал Грейг. Учитель захлопнул книгу «Верно, тебе следовало бы поставить один со звездочкой высшая отметка, но, принимая во внимание годовые отметки, придется поставить тебе только один с половиной». Я был более чем доволен. Я был горд, как полководец после выигранной битвы. Мне кажется даже, что это был самый крупный мой успех в школе. Тем более стыдно для меня, что реальное его значение было столь ничтожно. Этот успех утвердил мое убеждение в справедливости того, что однажды высказал в стортинге крупный норвежский политический деятель Йоханн Свердруп. «Необходима удача, и нет ничего злополучнее политического деятеля неудачника». Наконец, в один прекрасный день, мне было тогда уже лет двенадцать, тринадцать, я принес в школу исписанную мною самим нотную тетрадку. На заглавном листе я прописными буквами изобразил вариации на немецкую мелодию для фортепиано Эдварда Грига опус один. Мне хотелось показать это одному интересовавшемуся мной товарищу. Но что вышло? Посреди немецкого урока этот самый товарищ пробормотал несколько невнятных слов, которые заставили учителя невольно крикнуть. «Что ты говоришь?» Снова невнятное бормотание, новый окрик учителя и робкий ответ. «У Грига есть что-то». «Что это значит, у Грига есть что-то?» Грик сочинил музыку. Учитель, у которого я, по-известному уже из моего рассказа причинам, не был в особенном фаворе, встал, подошел ко мне, посмотрел на тетрадь с нотами и сказал ироническим тоном «Вот как молодчик музыкант сочиняет музыку, скажите». Затем он отворил дверь в соседний класс, позвал оттуда другого учителя и продолжал «Посмотрите-ка, этот мальчишка сочиняет музыку». Оба с любопытством принялись перелистывать тетрадь. В обоих классах всеобщее волнение. Я уже был уверен в огромном успехе, но никогда нельзя учитывать успех заранее. Едва посетитель ушел, наш учитель вдруг изменил тактику, ухватил меня за вихор так, что у меня в глазах потемнело и прошипел «В другой раз бери с собой в класс немецкий словарь, а подобную дрянь оставляй дома». Увы, находиться так близко от вершины счастья и вдруг быть незринутым в бездну. И как часто случалось это со мною в жизни. И всегда я вспоминал об этом случае. Как раз напротив школы жил один молодой лейтенант, страстный любитель музыки и недурной пианист. У него-то я и стал искать сочувствие своим композиторским попыткам, которые настолько его заинтересовали, что мне приходилось постоянно снимать с них копии для него. Это был уже успех, и я немало им гордился. Впоследствии мне, к счастью, удалось вырвать у него эти копии и отправить их куда следовало, в сорную корзину. Но я часто с благодарностью вспоминал о моем друге-лейтенанте, ставшем со временем генералом, за его внимание ко мне и поощрение моих первых духовных чад. Для детской души это было благим противовесом колотушкам и брани, которыми меня постоянно угощали в школе. Мне все еще ни на минуту не приходило в голову посвятить себя искусству. А когда эта мысль однажды промелькнула у меня, я тотчас же отогнал ее, как мысль о чем-то недостижимом, слишком великом. Когда меня спрашивали, чем я хочу быть, я неукоснительно отвечал священникам. Одетый в черное пастырь душ был наделен в моем воображении самыми привлекательными преимуществами. Право проповедовать или говорить внимательной толпе казалось мне особенно великим. Стать проповедником пророком вот это было как раз по мне. И с таким жаром я кстати и не кстати декламировал перед моими бедными родителями, братьями и сестрами. Я знал наизусть все стихотворения в Христоматии. И каждый день после обеда, когда отцу хотелось немножко вздремнуть в кресле, начиналась одна и та же история. Я влезал на стул, как на кафедру, и говорил, говорил безумолку. При этом я зорко следил за отцом. Он как будто дремал, но все-таки время от времени улыбался, и тогда я обывал наверху блаженства. Вот это было поощрение. И как я надоедал отцу. Ну, еще одно. Нет, уж довольно. Ой, еще один малюсенький отрывок. Ах, это детское честолюбие. Ему как нельзя более знакомо щекочущее ощущение успеха. Конец моим занятиям в школе и вместе с тем разолука с родным домом наступили вдруг сверх всякого чаяния. Мне было почти пятнадцать лет, но я еще далеко не добрался до старшего класса. В один прекрасный летний день в Ландос примчался всадник. Он остановил своего статного арабского коня и спрыгнул с него у нашего подъезда. Это было само сказочное божество, о котором я мечтал, но которого еще никогда не видел. Уле Бюль. Во мне сразу же вернулось какое-то странное чувство. Мне как-то дико показалось, что божество так просто по-человечески слезло с коня, вошло и с улыбкой поздоровалось со всеми. Но я так ясно помню, что в ту минуту, когда рука его коснулась моей, по мне пробежал словно электрический ток. Но затем божество начало сыпать остротами, и мне, в сущности, к великому моему огорчению, стало ясно, что он был только человек. Скрипки своей он, к сожалению, не взял с собой. Но говорить был мастер и говорил безумолку. Мы безмолвно внимали его фантастическим рассказом о поездках по Америке. Это было как раз по вкусу детской фантазии. Когда же Уля Бюль узнал, что я люблю импровизировать на фортепьяно и сам пишу музыку, он настоял, чтобы я сел и сыграл. Как я не отнекивался, ничто не помогло. Не понимаю, что мог он тогда найти в моих наивных детских звуках. Но он сразу стал серьезным и тихо заговорил с моими родителями. Разговор этот был не во вред мне. Вдруг Уля Бюль подошел ко мне, взял меня за плечи и, встряхнув по своему обычаю, сказал, ты поедешь в Лейпциг и будешь артистом. Все смотрели на меня ласково, а я понял только одно, что добрая фея погладила меня по щеке и что я счастлив. А мои родители ни на минуту не противились, даже не колебались. Все было решено сразу. Мне тогда казалось, что все это было вполне естественно. Сознание, насколько я был обязан признательностью моим родителям и Улю Бюлью, возникло у меня лишь впоследствии. Тогда я был весь во власти сказочных впечатлений и ничто другое во мне не говорило. Хотя нет, говорило чистолюбие. Не смею утаить этого. Чистолюбие должно быть одна из главных частей сложного продукта, именуемого артистом или художником. Внутри меня бессознательно шевелилось успех. Что на это скажет читатель? Разве я не вправе в данном случае констатировать успех? Во всяком случае я его констатирую, по праву или без. Этим заключаю перечень моих более или менее почетных успехов в детстве. Впрочем, раз я поставил себе целью отыскать свой первый настоящий успех, внутренний голос говорит мне, что не мешает продолжать искать. И тогда путь мой ведет в Лейпцигскую консерваторию, куда меня отослали несколько месяцев спустя после посещения Ули-Бюля. Выражение «Отослали» не случайно сорвалось с моего пера. Я был похож на узелок, набитый мечтами. Отослали меня под присмотром одного из старых друзей отца. Переезд по морю до Гамбурга, день остановки там и дальше по железной дороге к югу в средневековый Лейпциг, где темные, мрачные, высокие дома и узкие улицы стеснили мне дыхание. Меня поместили в одной семье на пансион. Старый друг отца сказал мне «Хаде, прощай, последнее слово на родном языке». И я долго-долго не слышал другого. Пятнадцатилетний мальчик остался один на чужбине. Среди совсем чужих людей. Тоска по родине охватила меня. Я пошел в свою комнату и проплакал там, пока хозяева не позвали меня к обеду. Хозяин, почтовый чиновник из саксонцев, хотел утешить меня. Милейший Хэр Грриг, у нас ведь тоже солнце, тот же месяц, тот же добрый бог, как у вас дома. Весьма доброжелательно, но ни солнце, ни месяц, ни добрый бог не могли заменить мне уехавшего отцовского друга, последней нити, связывавшей меня с родным домом. Но у детей настроение меняется быстро. Я скоро преодолел свою тоску, и, хотя не имел ни малейшего представления о том, что в сущности значит учиться музыке, все-таки твердо верил в чудо, то есть в то, что через три года по окончании учения я вернусь домой настоящим волшебником и чародеем царства звуков. Такая вера лучше всего освидетельствовала о моей огромной наивности, о том, что я был тогда совершенным ребенком. Да в мои намерения и не входит представить себя чем-нибудь иным, нежели малолетним учеником консерватории. Я был именно таковым во всем, вплоть до одежды. Я ходил в коротенькой блузе с кушаком, какие носят у нас на родине мальчики. Сотоварищи сначала присматривались ко мне, не зная хорошенько, как отнестись ко мне. Нашелся даже скрипач, который забавлялся тем, что сажал меня к себе на колени, и это приводило меня в отчаяние. Но все это скоро миновало. Быть допущенным в святилище Лейпцигской консерватории, куда по правилам принимались только ученики, обладающие безусловным музыкальным талантом. Уже одно это было колоссальным успехом для юного новичка, который как раз боялся, что его не примут, а затем завоевать среди сотоварищей расположение самых даровитых. Какая победа! А симпатия учителей! Стержать похвалы учителя бывало такой радостью, которая щекотала юное самолюбие куда сильнее, нежели восторги тысячной толпы позже. Вначале, впрочем, мне не выпадало на долю никаких таких приятных ощущений. Я был отнюдь не в числе первых учеников консерватории, напротив. Вначале я ленился до нельзя. До сих пор помню еще, как столь несимпатичный мне Луи Плайди, бывший моим первым учителем по классу фортепианной игры, однажды на уроке, когда я кое-как мазал ненавистную мне и навязанную учителем сонату Клементи, вдруг схватил с фортепиана нотную тетрадь и отшвырнул так, что она описала огромную дугу по воздуху и упала в самом дальнем углу обширной аудитории. Применить тот же прием ко мне самому оказывалось конечно неудобным и учитель ограничился тем, что прогремел «Ступайте домой и упражняйтесь!» Должен признаться, что он был в праве взбеситься. Но наказание было для меня тем унизительнее, что в классе присутствовало много других учеников. Этот эпизод я и отнесу, выражаясь мягко к сомнительным успехам. Тем не менее он пошел мне на пользу. Гордость моя возмутилась грубым обхождением Плайди. И так как он вдобавок никогда не давал мне играть ничего, кроме Черни, Кулау и Клементи, которые были для меня хуже чумы, то я и решил, что мне делать. Пошел к директору консерватории и потребовал, чтобы меня освободили от уроков Плайди. Последовало согласие, и я немало гордился таким результатом. Он несколько поубавил во мне обычной моей застенчивости. Я стал смелее. Говорят, у Плайди была отличная техника, и что он умел развить ее у своих учеников. Но по причине или моей глупости или лености или антипатии к Плайди, не знаю, знаю только, что у меня он не развил никакой техники. Да и метода его была самая бессмысленная, какую только можно себе представить. На уроках этот маленький, толстый, а лысый господин сидел, как приросший около фортепьяно, заложив за ухо левый указательный палец и твердяво все время игры ученика с убийственным однообразием одно и то же «има лангсам, штарг, хор хэббен». Просто с ума можно было сойти. Случалось, впрочем, иногда, что он занимал за фортепьяно место вставшего ученика, но это бывало лишь при известных условиях, о которых сейчас расскажу. При наличности их нас, учеников ожидало особое удовольствие. И мы отлично знали, когда Плайди пожелает показать себя, когда ученик приносил с собой мендельсоновские рондо-капричо в эмоль или его капричо в хамоль. В обоих случаях Плайди, играя длинное вступление, важничал до невозможности. Говорят, что Бюлов на своих лекциях чрезмерно выдвигал в себе педагога. Что же сказать о Плайди? Его игра была живой иллюстрацией к его теориям. Langsam, stark, hoheben. И затем это вечное отбивание знаков припинания, если можно так выразиться. Это вечное выделение малейших периодов, восклицательные знаки и тире, постоянные запятые, точки с запятыми, а между ними абсолютно ничего, ни следа содержания. Но вот наступала знаменательная минута, длинное вступление было кончено, дальше шло аллегро. И мы знали, что теперь будет так же твердо, как то, что дважды два-четыре, а именно, что Плайдев встанет из-за инструмента и с напускной небрежностью уронит, ну и так далее. Воображать себя учителем Лейпцигской консерватории вследствие умения сыграть медленные вступления к Мендельсоновским капричу. И при этом еще бедняга вполне серьезно мнил, что мы не видим его насквозь. Это было прекомично. Тем не менее, я не хочу быть несправедливым. Я уже намекал, что, может быть, я не обладал необходимыми познаниями, чтобы оценить Плайди как должно. В самом деле, были ученики, которые, слепо следуя его методе, достигли поразительных результатов в смысле техники. Лучшей техникой мог похвалиться среди учащихся англичан Барнет, закоренелый приверженец Плайди. Трудолюбивый, энергичный, он дошел до того, что исполнял Бетховена с такой величавой простотой, которая вызывала в нас величайшее уважение. Не могу не отметить здесь одного факта. Был мрачный зимний вечер, когда Барнету в первый раз предстояло играть в Геванхаузе бетховенский концерт Эс-Дур. Редкая честь для ученика консерватории. Около шести часов вечера начало концерта назначено было в семь часов, я зашел в пустую обыкновенно в это время консерваторию захватить забытую мною тетрадь с нотами. Вдруг, к своему изумлению, слышу в читальне звуки. Точно какой-то новичок упражняется на фортепиано, медленно отбивая на клавишах ноту за нотой. Затем, однако, я узнал пассажи из Аллегро бетховенского концерта в Эс-Дур, но разыгрываемые даже не Адажу, а еще медленнее. Я слегка приотворил дверь, это был Барнетт. Он имел мужество следовать методе своего учителя до последней крайности, да еще перед самым выступлением своим в публичном концерте. Я от души пожелал милому и скромному артисту наилучших результатов его терпеливой выдержки. Несколько часов спустя пассажи Аллегро посыпались из-под его пальцев как жемчужины, чистые, прекрасные, ровные. Пианист имел блестящий успех. Сюда можно, как и ко многим случаям, применить слова Гёте «Eines schickt sich nicht für alle». Не всем годится одно и то же. Как сказано, для меня Плайди оказался неподходящим учителем. Мне нужен был авторитет иного рода. И для меня настали более светлые дни, когда я стал учеником Эрнста Фердинанда Венцеля, даровитого друга Шумана. Учитель этот скоро сделался моим любимцем. Правда, он даже не играл вступлений к Мендельсоновским капричу. Он вообще не играл. Молва говорила, что в молодости на публичном концерте ему вдруг изменила память, что он никогда не мог забыть этого, и больше уже нельзя было заставить его играть при других. Но он обладал замечательным даром передавать свое музыкальное понимание. Он умел оттенить ритм совершенно иначе, чем Плайди. И за его словами прежде всего чувствовалась музыка. Впоследствии я подвинулся настолько, что попал в класс к знаменитому Игнацу Машелесу. Под влиянием этих двух учителей всю мою лень как рукой сняло. Старика Машелеса строго осуждали как педагога. Я должен горячо взять его под свою защиту. Правда, он был настолько наивен, что воображал, будто импонирует нам своими глумлениями при каждом удобном случае над Шопеном и Шуманом, которых я втайне любил. Но он прекрасно играл и охотно играл иногда в течение всего урока. Особенно чудесно исполнял он Бетховена, которого обожал. Исполнение его было правильно благородно, характерно, без всякой аффектации. Я разучивал под руководством Машелеса бетховенские сонаты целыми десятками, но часто мне не удавалось сыграть и четырех тактов, как он, положив свои руки на мои, тихонько сталкивал меня со стула и говорил «Теперь послушайте, как я сыграю». При этом я знакомился со многими маленькими техническими ухищрениями и мало-помалу проникался вдохновенным толкованием моего учителя. В консерватории рассказывали, к счастью, не при мне, будто Машелес давал своим ученикам на уроках такой совет «Прилежно играйте старых мастеров Моцарта, Бетховена, Гайдена и меня». Я не ручаюсь за достоверность этих рассказов и вспомнил о них здесь лишь потому, что Машелес сам рекомендовал мне заняться его двадцатью четырьмя этюдами опус семидесятый. Я и не рассказываю, я и не раскаиваюсь, что разучил их под его руководством от начала до конца. Мне они нравились, я прилагал все старания, чтобы удовлетворить своим исполнением и учителя, и себя самого. Он, должно быть, это заметил, так как стал обнаруживать ко мне все больше и больше симпатии. И вот, я должен отметить еще один, небольшой, но имевший для меня большое значение успех. Однажды, когда я сыграл один из его этюдов так, что он ни разу не остановил меня, Машелес обратился к другим ученикам и сказал, «Видите, господа, вот это музыкальное исполнение». Как я обрадовался. В тот день весь мир утопал в моих глазах в солнечном сиянии. Зато по классу гармонии мне нечем было похвастаться. На задаваемые Эрнстом Фридрихом Рихтером басовые темы я постоянно писал мои излюбленные гармонии вместо тех, какие требовались правилами генерал Баса. Впоследствии-то мне удавалось подобрать для Фуги немало подходящих тем, но тогда мне было не понутру разрабатывать тему, подчиняясь установленным законам. Я исходил из ошибочного предположения, что раз мои композиции звучат красиво, значит, главная задача решена, а для Рихтера суть была в соблюдении правил. Если ставить на первый план задачу как задачу, а не музыку, то он со своей точки зрения и был прав. Но я тогда этого не понимал. Я не слушался его и упорствовал на своем. Я еще не проникся сознанием, что мне прежде всего следовало научиться ставить себе границы, подчиняться правилам, а не задавать, как говорилось в предисловии к его учению о гармонии, вопросов «почему?» К счастью, мы все-таки никогда с ним не ссорились. Он только снисходительно улыбался моим глупостям и, приговаривая «нет, неверно», отмечал их синим карандашом на полях. Ну и, конечно, эти жирные синие знаки меня немногому научили. Но нас в классе было много и у Рихтера не хватало времени возиться с каждым отдельно. Доктор Роберт Паперец, у которого я занимался одновременно, давал мне больше свободы. В результате я так далеко уклонился от проторенной дорожки, что в своих хоровых композициях применял хроматические ходы где только мог. Однажды Паперец то меня такой переговор нисколько не обрадовал. Наконец учителем моим стал Мориц Хауптман. И я до сих пор благодарен милому старику за все, чему он научил меня своими тонкими, полными ума замечаниями. Несмотря на всю свою ученость, он олицетворял для меня противоположность всякой схоластики. Для него правила не были чем-то самодавлеющим, но являлись выражением законов самой природы. Не могу не упомянуть здесь об одном эпизоде, который в минуту слабости я мог бы назвать успехом. Еще до того, как я познакомился с Хауптманом и снял свою детскую блузу, мне еще не было 16 лет, я был на частном испытании нечто вроде ежегодного неофициального экзамена, которому подвергались все ученики без исключения, удостоен чести сыграть на фортепиано одно из собственных сочинений. Окончив играть и отходя от фортепиано, я к своему изумлению увидел, что от экзаменационного стола направляется ко мне старик. Подойдя ко мне, он положил мне руку на плечо и сказал «Гуден так, майн юнге! Нам с тобой надо подружиться!» Это был Хауптман. И, разумеется, я полюбил его с той же минуты. По слабости здоровья, он эти последние годы жизни давал уроки у себя на дому, в Томас-Шуле, в старом жилище Себастьяна Баха. Тут я и имел счастье узнать его поближе. Помню, как он сидел, бывало, на диване, в халате и ермолке, уткнув оседленный очками носа в мою тетрадку, которая и до сих пор хранит не один след то и дело стекавших с его табачного носа желтоватых капелек. Он постоянно держал в руке большой, пестрый, шелковый носовой платок, чтобы заблаговременно ловить эти капельки, но это не всегда ему удавалось. И тогда платок служил тряпкой для стирания с тетрадки попавших туда капель. В это время в консерватории существовал сомнительной пользы обычай, а, пожалуй, существует и сейчас, заставлять учеников изучать один и тот же предмет у двух преподавателей. По классу фортепианной игры это приносило прямой вред, так как приходилось следовать одновременно различным методам. Я отлично помню, как Плайди не только хвастался результатами своей методы за счет методы Машелиса, но даже прямо высмеивал последнего, когда только мог. Не очень-то это было приятно слушать ученикам, и, судя по всему, Плайди в большинстве случаев достигал как раз обратных результатов. Он слишком низко ставил наблюдательность своих учеников, что часто случается с теми, кто сам не отличается особенной наблюдательностью. По классу гармонии преподавание двух учителей вело с собой еще то неудобство, что нам задавалось больше, чем мы в силах были исполнить. Особенно, когда мы продвинулись настолько, что нам стали задавать сложные фуги с двумя-тремя темами. Я думаю, что ни один ученик поступал, как я, показывая обоим учителям одну и ту же работу, вместо того, чтобы для каждого написать особую. Этот способ однажды доставил мне успех. Фуга на тему ГАДЕ не понравилась Рихтеру, но заслужила такое одобрение Хауптмана, что он, просмотрев ее, причем не раз останавливался на отдельных местах, воскликнул против обыкновения. Это должно звучать очень красиво. Давайте-ка мы послушаем. И когда я кончил играть, он промолвил со своей милой, веселой улыбкой, красиво, очень музыкально. На последнем году моего пребывания в консерватории я попал в композиторский класс Карла Рейнеке, который тогда как раз принял на себя дирижирование концертами в Геванхаузе и профессору в консерватории, заменив уехавшего в Дрезден Юлиуса Ритца. В виде иллюстрации к этим урокам я приведу только тот факт, что мне, выказывавшему полнейшее незнакомство с устройством и техникой струнных инструментов, было задано написать струнный квартет. Ничего не могло быть нелепее. Но мне невольно вспомнилась моя старая нянька, заставляя меня сделать что-нибудь и слышать от меня «не могу», она говаривала, «а ты оставь свои немогутки, доберись за дело обеими руками». Эта острота, много раз вливавшая в меня бодрость, помогла мне и тут. Тому, чему не научил меня Рейнеке, я стал учиться у Моцарта и Бетховена, чьи квартеты я прилежно изучал по собственной инициативе. Так или иначе, я выполнил работу. Партии были выписаны и сыграны сотоварищами в час совместной игры. Директор высказался за то, чтобы работа моя была исполнена на публичном экзамене, но Фердинанд Давид, замечательный скрипачий преподаватель, оказался другого мнения. Он отвел меня в сторону и дал мне столь же доброжелательный, сколь верный совет, не позволять играть моего квартета публично, потому что люди скажут, что это музыка будущего. Насчет того, что это была музыка будущего, он, впрочем, заблуждался. В ней не было и намека на будущее. Это было подражание Шуману, Гаде, Мендельсону. Но я скоро сам понял, насколько посредственно была моя работа, и был очень благодарен Давиду за то, что он помешал ее публичному исполнению. И я бы от души желал, чтобы и этот квартет, как и многое другое, относящееся к тому времени, было предано сожжению. К сожалению, мне не удалось его уничтожить. Где-то он существует на белом свете, только где не знаю. Дело в том, что один из сотоварищей, который был высокого мнения о моих творческих попытках, соблазнил меня своим предложением. У него имелась рукописная копия партитуры одного шумановского концерта, который тогда был известен публике еще только в фортепьянном переложении. «Дай мне свой квартет», сказал он мне однажды, «и я дам тебе партитуру шумановского концерта». Я, конечно, не мог устоять и до сих пор с ужасом думаю о том, что мой неудачный юношеский опыт все еще хранится где-нибудь в одной из южных стран Европы. После этого отрицательного успеха, выпавшего на долю моего первого струнного квартета, Рейнеке сказал, «Теперь напиши-ка увертюру». Мне написать увертюру. Мне, не имевшему и понятия ни об оркестровых инструментах, ни об оркестровке». Опять я вспомнил о своей няньке и взялся за дело со слепой отвагой юности. Но на этот раз все-таки потерпел неудачу. Я буквально застрял посередине увертюры и не мог двинуться дальше. Это может показаться даже невероятным. Но в то время в консерватории не существовало классов, где бы можно было усвоить себе элементарные правила теории музыки. Не диво, если с пребыванием в композиторском классе и не связано в моей памяти ничего, что было бы похоже хоть на скромный успех. На мое счастье, я в Лейпциге наслышался столько прекрасной музыки, особенно оркестровой и камерной. Это возместило мои недочеты консерваторского преподавания, развивая мой творческий дух и мое музыкальное понимание. Но в то же время это приводило к несоответствию между тем, чего я хотел и тем, чего мог достигнуть сам. Да. К сожалению, таков был общий результат моего пребывания в Лейпциге. Другим, пожалуй, мудрено найти в том, что я здесь рассказал, материал для успеха. Но только не мне. Я скоро заметил, что дело у меня не клеится. и ушел в себя. Я ведь стремился совсем к иному, нежели чему учился или чему не учили на уроках. Но это стремление к чему-то иному и было для меня своего рода стимулом, указывавшим мне на будущее и придававшим мне мужество работать дальше самостоятельно. Впрочем, сначала это чувство принесло мне много разочарований. Нельзя отрицать, что меня угнетало то обстоятельство, что я отставал от своих сотоварищей, которые делали быстрые успехи и которым задаваемые задачи приходились по силам. Особенно памятна мне группа молодых англичан, которые частью благодаря своему железному прилежанию, частью своей способности легко схватывать необходимые знания, представляли работы, заставлявшие меня с сокрушением сознавать свое собственное бессилие. Среди них был Артур Салливан, столь знаменитый впоследствии автор Микаду. Затем пианисты Франклин Тайлор, Уолтер Бейдж и Эдуард Данрейтер. Последний рано умерший, даровитый и неутомимый пропагандист Листа в Англии и один из первых обративший внимание англичан на Вагнера был весьма интеллигентным и превосходным пианистом. Затем назову еще раньше упомянутого мною Джона Барнетта, который преподает теперь в Лондоне. Салливан скоро обратил на себя внимание в консерватории своим композиторским талантом, а весьма значительной технической способностью к инструментовке он отличался еще и до поступления в консерваторию. Во время пребывания в ней он написал музыку к буре Шекспира, отрывок из которой вписал в мой альбом, и этот отрывок уже обнаруживал опытную, как у старого мастера, року. Хотя я вообще и не был близко знаком с ним, однажды все-таки имел удовольствие провести с ним час, которого не забуду. Это было на генеральной репетиции Мендельсоновского Павла. Мы следили за музыкой по партитуре, но по какой? По собственной рукописи Мендельсона, которую Салливан добыл для этого случая у директора консерватории Конрада Шлейница, бывшего, как известно, близким другом Мендельсона. С каким благоговением мы переворачивали листы, как восхищались ясным, твердым письмом, так хорошо отвечавшим характеру произведения. Имя Шляница также вызывает воспоминания кое о чем пережитом и имевшем влияние на мое развитие. Когда я прибыл в Ляйпциг, Шляниц был уже пожилым человеком, пользовавшимся всеобщим уважением. Но мне скоро стало ясно, что его не любили. Лично я, однако, вообще не имею причин жаловаться на него. Вначале он, правда, как мне казалось, недолюбливал меня и как будто избегал. Я объяснял себе это тем, что Плайди наговаривал на меня. Но я не успел пробыть в консерватории и полугода, как случилось одно с виду незначительное событие, которое сразу подняло мои фонды ушляйнице. И с тех пор он всегда был любезен и предупредителен. Событие же заключалось в следующем. раз вечером я и еще несколько товарищей имели несчастье опоздать к началу одного из еженедельных музыкальных вечеров в консерватории. По заведенному обычаю мы остались за дверями, пока не окончился первый номер программы, после чего гурьбой вошли в залу. У шляйницы же была слабость выступать в таких случаях с отеческим внушением. И вот, когда вечер окончился, шляйниц встал и пригласил всех остаться еще на минутку, так как он хотел сказать несколько слов. Общее удивление и недоумение. Речь шляйница свелась не более не менее как головомойке опоздавшим ученикам. А закончил он ее таким эффектным выпадом, что, дескать, самое знаменательное в подобных случаях то, что запаздывают обыкновенно самые плохие ученики. Такой успех был для меня однако слишком уж отрицательным. Моя юношески горячая голова не могла снести подобного оскорбления. На следующее утро в девять часов я постучал в дверь к директору. Меня впустили. Я высказался на чистоту без обиняков. Сказал ему, как бесцеремонно и оскорбительно было с его стороны поставить всех на одну доску, и что я не намерен сносить такого обращения. Он вскипел, вскочил и указал мне на дверь. Но тут я закусил у дела. Хорошо, господин директор, я уйду, но не раньше, чем выскажу все. И в эту минуту случилось нечто удивительное. Он сразу переменил тон, подошел ко мне, потрепал по плечу и заварковал. Впрочем, это отлично, что вы умеете постоять за себя. Вот уж от этого успеха я не откажусь. И после того события Шлянец круто изменил свое обращение со мной. У меня самого было такое чувство, что я его завоевал навсегда. Мы стали лучшими друзьями, и он не знал, чем только доказать мне свое расположение. Например, однажды зимой, вследствие запоздания почты с обычной денежной посылкой из дому, мне пришлось в первый и, к счастью, в последний раз заложить свои часы. Каким-то образом Шлянец проведал об этом, позвал меня и всячески советовал никогда больше не прибегать к таким средствам, но всегда обращаться к нему за необходимым авансом. Успех? Да, нравственный успех, который я сразу поставил себе на счет. И, конечно, об этой хорошей черте Шлянеца стоит опомянуть в противовес той суровой критике, которой он так часто подвергался из-за своих мнимых нравственных недостатков. Я нашел бы вполне в порядке вещей, если бы и директор консерватории, и учителя нисколько не интересовались мной. Я ведь за все три года не представил ничего, что могло бы подать особой надежды. Итак, если в этих беглых штрихах, посвященных консерватории, попадаются отрицательные отзывы о лицах и учреждении, то они должны быть уравновешены моим признанием или установлением того факта, что, если я вышел из консерватории почти таким же невеждой, каким поступил, то прежде всего вследствие особенностей моего духовного склада. Я был мечтателем, без всякой склонности к соревнованию, был тяжел на подъем, необщителен, и отнюдь не отличался способностью быстро схватывать. Мы, норвежцы, вообще развиваемся слишком медленно, чтобы успеть к восемнадцати годам проявить все свои способности. Во всяком случае, я решительно еще не умел разобраться в себе самом. Лейцепский туман застилал мое зрение, но когда я год спустя приехал в Данию, пленка спала, и моему удивленному взору вдруг открылся мир красоты, который был скрыт от меня в Лейпциге. Я нашел себя самого, и тогда уже мне было чрезвычайно легко преодолеть все затруднения, казавшиеся мне в Лейпциге непреодолимыми. Из своей, наконец, освободившейся фантазии, я в короткое время почерпнул несколько крупных произведений, одно за другим, и то обстоятельство, что критика вначале находила мою музыку манерной и странной, не могло уже сбить меня с толку. Я узнал теперь, чего я хотел, и упорно шагал к новой, манившей меня цели. Но, прежде чем кончить, еще раз вернусь к Лейпцигской консерватории. Нельзя упрекнуть меня в том, что я выставил себя в особенно лестном свете. Но я не хотел бы также выставить себя хуже, чем я был. Поэтому я считаю нужным реабилитировать себя в глазах многих, которым большинство моих успехов, пожалуй, покажутся притянутыми за волосы. Поспешу прибавить образец того, что принято называть настоящим успехом. Но прежде чем кончить, еще раз вернусь к Лейпцигской консерватории. Нельзя упрекнуть меня в том, что я выставил себя в особенно лестном свете. Но я не хотел бы также выставить себя хуже, чем я был. Поэтому я считаю нужным реабилитировать себя в глазах многих, которым большинство моих успехов, пожалуй, покажется притянутым за волосы. Поспешу прибавить образец того, что принято называть настоящим успехом. На Пасхе 1862 года, незатолго до моего выхода из консерватории, я был удостоен особой чести, попал в число признанных достойными выступить на публичном экзамене в зале Геванхауза. Я сыграл на фортепиано несколько вещей собственного сочинения. Бог свидетель, что это были лишь опыты бродившего ощупью ученика, и я до сих пор краснею при мысли, что они были напечатаны и существуют, как мой опус номер один. Факт, однако, тот, что я имел неслыханный успех на этом экзамене и был много раз вызван. Итак, это был наконец успех, по общему мнению бесспорный успех, и все же для меня лично он не имел значения. Вдобавок публика состояла из приглашенных друзей и родных учителей и учеников. При таких условиях белокурому юноше с севера нетрудно было произвести фурор. А теперь я спрошу, на чем же из всего вышеизложенного можно остановиться, как на первом настоящем моем успехе. Мне кажется, мне трудно было прочесть между строк, что для меня и для моего развития ни один отдельный успех не имел такого значения, чтобы я мог ухватиться за него, решая поставленную мне задачу описать мой первый успех. Я не могу указать на таковой и сказать «вот он». А почему? Потому что успех нечто отвлеченное. Принимая же во внимание все вышеизложенное в совокупности, внимательный наблюдатель скоро уяснит себе, куда я метил. Как я оговорился в начале своего очерка, целью моей было заставить читателя самого решить заданную мне задачу. Но, быть может, я преувеличил свои силы. Позвольте мне поэтому попросту предложить читателю ключ, резюмируя коротко и ясно. В шелухе пережитого кроется зерно решения задачи. Мое спасение, мой успех заключались в том, что мне была дана сила сбросить с себя с течением времени то ярмо, тот лишний балласт, который подавляли мое природное «я» в силу условий столь же неправильного, сколь тяжелого и одностороннего воспитательного режима и дома, и за границей. И когда я осознал в себе эту силу, познал себя самого, тогда-то я и испытал то, что назову своим первым, главным и единственным успехом. Ибо Он решил всю мою судьбу и все горести и радости, разочарования и триумф детства и первых ученических лет содействовали этому единственному крупному успеху. Да, они были нужны, чтобы создать этот успех. Дополнением к этому коротенькому, прелестному своей простотой и искренностью автобиографическому очерку послужат два письма Григо к его родителям, единственные пока опубликованные из всей его обширной частной переписки. Письма эти интересны не только как добавочный материал к истории успехов самого автора, но и как содержащие интересные штрихи для характеристики знаменитого Франца Листа. Лист сыграл в жизни Григо до известной степени роль судьбы, и Григо, как многим гениям, пришлось долго бороться с равнодушием своих земляков и дождаться первого настоящего признания своего таланта не от родины, а с чужбины. Вскоре после нового 1869 года Грик получил от Листа следующее письмо. И если вы приезжаете в Германии в Германии в Германии я вас пригласил Мне весьма приятно выразить вам искреннее удовольствие, которое доставило мне чтение вашей сонаты, оп. 8. Она свидетельствует о сильном, вдумчивом, богатом фантазии и содержании композиторском таланте, которому остается только следовать своим естественным путем, чтобы достичь высокой степени. 9. Хочется думать, что в вашем Отечестве вам выпадет успех и то поощрение, которых вы заслуживаете. Не будете вы иметь в них недостатка и в других странах. 10. Если вы нынешней зимой приедете в Германию, я по-товарищески приглашаю вас остановиться на некоторое время в Аймаре, чтобы мы с вами могли хорошенько познакомиться. 10. Благоволите, милостивый государь, принять уверение в отличном моем уважении и почтении. Франс Лист 26 декабря 1868 года. Рим Дело было в том, что Григ не задолго до того послал Листу свою сонату, но не особенно льстил себя надеждой, что музыкальная знаменитость Европы найдет время заняться присланным трудом. Письмо Листы явилось поэтому неожиданным солнечным лучом среди суровой мрачной зимы жизни Грига, как пишет его норвежский биограф Шелли Руб. Лишь после такого поощрения из-за границы оказало поощрение молодому таланту и Родина. Григу была дана правительством заграничная стипендия, благодаря которой он мог осенью 1869 года уехать в Рим, где встретился с Листом. К этому знакомству с Листом и относятся оба приводимые здесь письма Грига. Письмо первое. Рим, 17 февраля 1870 года. Дорогие родители, мы, скандинавы, собирались отправиться сегодня утром большой компании на несколько дней в Тиволи. Но что случилось? Вчера вечером, когда я сидел в скандинавском кружке за партией Виста, вошел с Гамбати, превосходный пианист, я, кажется, уже писал о нем, и передал мне от Листа, что тот желает меня видеть и ждет к себе завтра утром в 11. Как не улыбалась мне поездка в Тиволи, свидание с Листом было для меня, конечно, куда важнее, и я изменил план. Это, впрочем, была уже не первая моя встреча с Листом. Да вот послушайте. Лист, как только возник консилиум, он не терпит его, или оснований, на которых он зиждется, удалился в Тиволи, где и проживает в Вилле-Эсте. Сюда, в Риме, он наезжает редко, и я, узнав однажды о таком его наезде, сейчас же отправился к нему, но не застал и оставил карточку. Дня через два он уехал к себе. Но вот недавно я встретил на улице Равнкеле, датского композитора, который живет тут, и узнал от него, что он только что получил записку от одной немки, художницы, которой Лист поручил осведомиться обо мне через Иран в Келе и передать мне вот что. Лист очень сожалел, что не имел времени отыскать меня и спрашивал, не зайду ли я сам к нему через день утром после десяти. Итак, он опять был в городе и ждал меня. Я сейчас к нему. Живет он в монастыре близ арки Тита и старого римского форума. Равнкеле, однако, прибавил, что Лист не любит, когда к нему приходят с пустыми руками, а я на виду оставил лучшие свои композиции дома или в Германии. Пришлось поэтому отправиться к Виндингу, которому я раньше подарил экземпляр моей последней скрипичной сонаты, и разыграть роль одной рукой подающего, а другой назад берущего. Виндик оставил себе обложку с надписью, а я взял содержимое и написал на первом листе «Доктору Фернцу Листу от Почитателя». Затем сунул под мышку еще мой похоронный марш, посвященный Нурдруку, да тетрадь романцев, ту, где отъезд, и поплелся по улице, чувствуя, не скрою, как у меня от страха сосет под ложечкой. Но оказалось, что я мог бы и не доводить себя до этого. Лист — олицетворенная любезность, больше и быть не может. Он встретил меня с улыбкой и сказал самым добродушным тоном «Нисть ва, виаби на ин бисхин корреспондирт?» Не правда ли? Мы с вами немножко переписывались. Я сказал, что обязан его письму тем, что очутился здесь, и это сообщение вызвало у него настоящий улебюлевский смех. В то же время взгляд его с некоторой жадностью ощупывал пакет, который я держал под мышкой. — Ага, — подумал я, — равнки или прав. Тут длинные паучьи пальцы Листа так беспокойно зашевелились, протягиваясь ко мне, что я счел за лучшее поручить своим собственным пальцам поскорее развернуть пакет. Лист принялся пробегать глазами ноты, то есть бегло прочитал первую часть сонаты, и видно было, что это не пускание пыли в глаза, так как он тут же отмечал лучшие места многозначительными кивками и восклицаниями «Браво» или «Зе шон». Настроение мое шло все крещендо, но когда он вдруг попросил меня сыграть сонату, сразу упало опять ниже нуля. Мне ведь никогда не приходило в голову проиграть всю эту штуку на фортепиано, и крепко не хотелось сидеть теперь перед листом и ковыряться. Но никакие отговорки не помогли. И вот я начал играть на его чудесном американском рояле «Чикеринг». В самом же начале, где Скрипка вторгается немножко причудливым, но национальным пассажем, он воскликнул. «Ай, Викек!» «Нун, хёранзи маль, нун, хёранзи маль, дас гефэльт мир. НОХ Эйнмаль, битте!» «Ого, как смело! Послушайте, это вот мне нравится! Ну-ка, еще раз, пожалуйста!» А когда Скрипка вторично вступает в Адажу, он стал наигрывать партию Скрипки на рояле в дисконтах так выразительно, красиво, верно и певуче, что я внутренне улыбался. Это я впервые слышал игру листа. И затем пошло как по маслу. Аллегро, он играл партию Скрипки, я фортепиано. Я все более входил в настроение, радуясь его одобрением, на которое он до того не скупился, что я преисполнился восторженной признательности. Когда первая часть была окончена, я попросил у него позволения сыграть какую-нибудь чисто фортепианную вещь соло и выбрал минуэт из «Фюмореске», который вы верно помните. Когда я сыграл первые восемь тактов и повторил их, он стал напевать мотив, сопровождая пение какими-то героическими жестами, значение которых было мне вполне понятно. Я отлично заметил, что ему особенно нравилось национальное своеобразие мотива. Я предчувствовал это, почему и взял с собой как раз те вещи, в которых пытался ударять по национальным струнам. Окончив минуэт, я почувствовал, что если вообще возможно заставить Лисса сыграть, то надо сделать это сейчас же, когда он был, видимо, в духе. Я и попросил его. Он слегка пожал плечами, но когда я сказал, что не захочет он дать мне покинуть юг, не услыхав от него ни единого звука, он слегка качнулся и пробормотал. Ну, я сыграю, что хотите, я не такой. Что-то вроде церковного шествия на могилу Тассо, добавление к его знаменитой симфонической поэме «Тассо ламенту и триумфу». Потом сел и, ударив по клавишам, начал изрыгать, да, уверяю вас, если только осмелюсь применить такое некрасивое выражение, изрыгать целые снопы искр и огня и живых мыслей один за другим. Тассо звучало так, как будто он вызывал дух Тассо из могилы. Он рисует резкими штрихами, но такой сюжет как раз в его духе. Его сила именно в обрисовке трагического величия. Я прямо не знал, кем мне больше восхищаться, композитором или пианистом. Такая была мощь в его игре. Да, в сущности, это не игра. Прямо забываешь, что перед тобою пианист. Он скорее похож на пророка, возвещающего день судный так, что все духи вселенной дрожат под его пальцами. Он вторгается в сокровеннейшие уголки души и переворачивает ее с демонической мощью. Кончив играть, Лист, как ни в чем не бывало, сказал «Ец воллен wir mal weiter gehen in der Sonate». Ну, теперь будем продолжать сонату. А я, разумеется, на это «Нет, покорно благодарю, после этого увольте!» Но вот что было лучше всего. Лист говорит «Нун, warum ничт? Гибен Си мал эр». Представьте же теперь, во-первых, что он совсем не знал сонаты. Никогда не слыхал ее и не видал нот. Во-вторых, что это была скрипичная соната. Значит, со скрипичной темой, которая развивается самостоятельно, то в дисконтах, то в басах, независимо от фортепианной. И что же делает Лист? Он играет всю историю целиком, все до капельки, и скрипичную партию, и фортепианную. Он дал даже больше. Такая полнота и ширь были в его игре. Скрипке было отдано должное всюду, и даже где она сливается с фортепианом. Лист буквально поспевал за раз во все концы клавиатуры. Ни одна нотка у него не пропадала, и как он играл при этом. Величественно, прекрасно, гениально, несравненно. Кажется, я смеялся. Блаженно смеялся, как идиот. А когда я, запинаясь, пролепетал несколько восторженных слов, он пробурчал. Ну, разве это не воплощенная любезность с головы до ног? Другого такого среди великих людей я не встречал. В заключении я сыграл свой похоронный марш, который тоже пришелся ему по вкусу. И, наконец, мы просто беседовали о том, о сём. Между прочим, я рассказал ему, что отец мой слышал его в Лондоне в 1824 году. Это его очень позабавило. «Да, я много играл на белом свете. Слишком много», — сказал он. «Распрощавшись, я отправился домой с разгоряченной головой, но с сознанием, что провел сейчас два интереснейших часа в моей жизни. Теперь, значит, я приглашен к нему на завтра и, разумеется, очень рад этому». На другой день после описанного первого посещения итальянцы из Гамбатти и Пинелли, ученик Юахима, исполнили мою скрипичную сонату на утреннем концерте, который собрал всё высшее общество. «Лист явился в середине концерта, как раз перед моей сонатой, и весьма кстати, так как успех, выпавший на мою долю, я не смею приписывать себе. Дело в том, что раз «Лист» аплодирует, и все аплодируют, один пуще другого». Письмо второе. «Дорогие родители, на этот раз поистине могу сказать, с чего начать, чем кончить. В мозгу нагромоздилось столько впечатлений пережитого, что образовался настоящий хаос. Самое лучшее будет дать вам биографический очерк по поводу истекших двух недель. Итак, прежде всего могу сообщить о втором своем посещении Листа вскоре после отправки моего последнего письма к вам. По интересу, второе отнюдь не уступает первому. К счастью, я как раз получил из Лейпцига манускрипт моего концерта для фортепиано, так что мог захватить его с собой. Кроме меня были Виндинг с Гамбати, незнакомый мне немец-листянец, доводящий свое подражание Листу до того, что ходит в одеянии аббата, затем один шевалье де консилиум и несколько молодых дам из тех, которые готовы съесть Листа целиком. Их восхищение прямо комично. Они в запуске теснятся около него, стараясь коснуться пола его длинного аббатского одеяния, найти случай пожать ему руку и облепили его даже за роялем, совершенно игнорируя то обстоятельство, что пианисту нужно же дать простор двигать руками. Буквально они сводили своих жадных глаз с его пальцев, так что право можно было опасаться, что они в следующую минуту исчезнут в уже разъянутой пасти этих маленьких хищниц. Мы с Виндингом с нетерпением ожидали, действительно ли он сыграет мой концерт прямо с листа. Я со своей стороны считал это делом невозможным, но оказалось, что Лист другого мнения. Он сказал «Волензе шпилен? Хотите сыграть?» Я поспешил ответить, что не могу, я ведь и не пробовал разучивать концерта. Тогда Лист взял манускрипт, подошел к роялю и сказал со своей особенной улыбкой, обращаясь ко всем присутствующим «Ну, так werde ich Ihnen zeigen, dass ich auch nicht kann. Ну, так покажу вам, что и я не могу». И начал. Я должен заметить, что в первой части концерта он взял слишком ускоренный темп, так что несколько скомкал начало. Но потом, когда я сам нашел случай указать темп, он играл так, как может играть только он. И никто другой. Характерно, что каденцы, представляющие наибольшие трудности в техническом отношении, он сыграл идеально. При этом манера его держать себя бесподобна. Ему мало играть. Он еще разговаривает и критикует при этом. Он бросает остроумные замечания то тому, то другому из окружающих, дарит многозначительные кивки головой направо и налево, особенно когда что-нибудь захватит его самого. В Адажу и главное в финале он дошел до апогея, и в смысле исполнения, и в смысле расточаемых им похвал. Не могу опустить здесь один прямо божественный эпизод. В заключительной части финала повторяется, как вы верно помните, вторая тема форте-фортиссимо. В самых последних тактах гис, первая нота первого триоля темы, переходит в оркестре в ге. А на фортепиано тут участвует вся клавиатура могучей скалой. Здесь лист вдруг остановился, выпрямился во весь рост, выскочил из-за рояля и шагая с поднятой рукой громадными театральными шагами по обширной монастырской зале, буквально проревел тему. При упомянутом ге он простер руку по велительным жестам императора и завопил. Ге! Ге! Нихт гис! Фамос! Бесподобно! Это настоящий шведский пунш! А затем, словно в скобках, пианиссимо прибавил. Затем он снова уселся за рояль, повторил всю страфу и доиграл до конца. А окончив и протягивая мне тетрадь, сказал с особенной выразительностью и искренностью. Продолжайте. Говорю вам, что у вас есть данные для этого. И главное, не робейте. Эти последние слова имеют для меня бесконечно важное значение. Это нечто такое, что я мог бы назвать благословением. И не раз в минуты разочарования и горечи буду я повторять себе его слова. Я уверен, что воспоминания об этом часе будут поддерживать меня волшебной силой в дни испытаний. Читано по изданию. Фьорды. Датские, норвежские, шведские писатели. В переводах Анны и Петра Ганзен. Сборник второй. Ледник. Санкт-Петербург. Издание «Товарищество. Маркс. 1909 год». Читал Евгений Бразель-Бружковский.